Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Собственно, как и всегда, стараемся не упускать из вида самые стоящие релизы, а статистику важной событий, влияющей на самые популярные и ликвидные инструменты не только рынка Форкса. В частности, хочется сразу сделать небольшую ремарку на что нужно обратить. Во-первых, через 30 минут стартуют торги на российской валютной бирже, и поскольку в пятницу мы с вами могли наблюдать, как резко, собственно, заход давления на котировки черного золота, мы понимаем то, что, возможно, основной признак пришелся уже в тот момент, когда участники торгов на российском рынке не могли дискотировать, собственно, в стоимости и отыграть направление нефтя. Поэтому сегодня, я думаю, мы смело можем ставить на то, что открытие недели будет, как минимум, довольно девальвационным. Для рубля 58-17 сейчас котировки на 3-маркете полагаю, что больше, чем высокая вероятность того, что мы сейчас пойдем выше 58-50. Но это все равно еще скромные цели, предварительные ориентиры, потому что мы привыкли уже исходить из реальной картины, которая складывается на рынке черного золота, и привыкли, опять же, будучи такими же реалистами, прогнозировать, что ослабление нефтянки должно затащить рубль против доллара, как минимум, в район 60. Конечно же, времени на это требуется все больше и больше, но если, опять же, говорить про теоретики, которые мы наблюдаем сейчас на активе бренда, при всем уважении к его высоким показателям волатильности, у нас есть и очень серьезные восходящие движения, и потом такая же проблема. Но рынок пока не может определиться с локальным дальнейшим трендом, который будет иметь какие-то предпосылки для долгосрочного продолжения. Но надеюсь, что, друзья, вы лично уже для себя определили цели, которых нужно отдерживаться, и разделяете такую же позицию, как и я, потому что, на мой взгляд, фундаментально она очень хорошо вяжется с тем, что происходит, и фундаментально рынок цельевых инструментов нужно сейчас рассматривать с точки зрения рынка активов аутсаймеров, для которых бренды WT. Также, друзья, хочу отметить, что на этой неделе, может быть, событий будет не так много, как на прошлой, но отдельные инфоповоды, возможно, будут порядка более превосходящего, чем релизы прошлых. Во-первых, у нас в среду протоколы, последнее отседание американского регулятора, протоколы, которые будут снова приближать нас к тому, насколько наши прошлые прогнозы по оправданности повышения процентной ставки действительно соответствуют реальности. Несмотря на то, что Non-Farm Parals, которые были опубликованы на прошлой неделе, разочаровали, мы проведем параллели, попробуем объяснить, с чем это было связано. Я снова обращаю ваше внимание на то, что есть оценка фьючерсных контрактов Paywatch, которые следят за вероятным изменением денежных политики, и в соответствии с этой оценкой по-прежнему больше 75% вероятности этих изменений. Конечно же, это больше, чем половина, и больше, чем достаточно, чтобы убедить трейдеров в том, что, по крайней мере, этот фундаментальный фонд по-прежнему оказывает поддержку доллара. Но сперва давайте вернемся к рынку нефти, поговорим о том, что было интересного. Последние две торговые сессии, четверг и пятница, это мощные движения. В четверг, как вы видели, нефтянку активно откупали в пятницу. От этих покупок, в принципе, ничего не осталось, и мы подобрали снова 25 долларов за 1 баррель. И снова, как и на прошлой неделе, идет бодание и быков, и медведей за этот уровень. Быки хотят остаться повыше, медведи оставят на тот фонд и тот фундамент, который они ранее использовали, чтобы заточить все-таки бренда ниже. Почему в четверг цены на нефть активно росли? Я связываю это, опять же, с встречей короля Савруска и президент России Владимира Путина. Конечно же, если формат встречи подразумевает, скажем, переговоры двух ключевых нефтепроизводителей, безусловно, трейдеры, которые следят за этим активом, за нефтью, правильно предположили то, что будут обсуждаться возможности и продление действий энергетического факта. Стоит отметить то, что каких-либо важных комментариев не было. Ну, разве только то, что обе стороны на прежнем открыты к переговорам, готовы обсуждать возможность продления и за март, скажем, на квартал и до конца 2018 года. Но говорить мало, поэтому я не советую сейчас особо дисконтироваться, опять же, под этот новостной фон и настраиваться на то, что эта договоренность будет, тем более, что у нас с вами несколько объективных причин, позволяющих зацепиться все-таки за другую фундаментальную составляющую, то, что эта сделка неэффективна, поэтому все эти договоренности, они пока шиты белыми нитками. Что касается других факторов поддержки, это статистика по снижению запасов, мы также о ней говорили, может, в ее моменте, она, конечно же, поддержала козировке, но впоследствии. И еще участники рынка в четверг активно навалились на идею попробовать отыграть еще очередной ураган стекийной бедствии Аганны, который направился тогда к снова побережью Мексиканского залива. Как вы помните, история свежа в воспоминаниях, поэтому мы помним, каким последствием привел ураган Харви для работы нефтоперерабатывающих заводов. И участники рынка помнят, что произошло ранее, конечно же, могли и имели помнить, предположить, что такие последствия, ну, это повторение, станут отречены тех же самых перебоев в работе, скажутся на объемах переработки нефти на селья, и снова будут такой локальный коллапс предложения по бензину. Но хорошо то, что этот ураган, как стихийное бедствие, сейчас уже, конечно же, не имеет каких-либо разрушительных последствий, о нем уже не говорят, поэтому мы тоже этого делать не будем. И я предлагаю спокусироваться на тех же самых идеях, которыми мы торговали с вами рано. А именно, последний рост цен на нефть – это предпосылка для еще одного скачка перепроизводства. Это рекордный показатель экспортных поставок из США, кстати, это действительно переписанные максимумы, практически уже за неделю мы увидели отгружать 15 миллионов, это очень много. Это все следствие очень высокого контраста, а стоимоснового ценового между брендом и WC. Не забывайте то, что Ливия уже еще неделю назад, в начале недели сообщила о том, что полностью восстановлена работа на крупнейшем месторождении Шараба. Сейчас мы с вами готовимся к тому, что октябрь до конца и ноябрь – это те самые периоды, когда Ливия наверстает показатели летних уровней добычи, значит, количество предложений будет еще более увеличено на глобальном рынке. Без этого даже у нас показатели по ОПЕК сейчас превышают договоренность в 32,5 и больше, чем на 300 тысяч баррелей в сутки. И это только еще раз настраивает нас на то, что вряд ли отдельные представители ОПЕК, видя, что происходит на рынке по показателям, видя, как они соблюдают эти флоты и обязательства по добыче, будут активно родить за идею необходимости соблюдения с этой стороны этих обязательств по снижению добычи. И что-то подсказывает мне, что регионам, которые точно будут против, даже несмотря на то, что мы недавно слышали о формате встречи с Королем, с Королем и президентом России, России, может быть как раз тем самым игроком, который все-таки воздержится от того, чтобы пролонгировать это и думать на сделку. Друзья, у нас негативных факторов по-прежнему ходит вовля, и я думаю, что если вам нравится идея продажи нефти, вы можете зацепиться за что угодно, и вы будете все правы. Потому что четко и точно сказать, какой из этих факторов и фундаментальных событий сможет затащить котировку ниже 55, очень трудно. Но то, что цена на нефть, а пора идти ниже, на мой взгляд, это очевидный факт. И разгрузка пятницы ясно показала то, что медведи готовы использовать новостную поддержку, чтобы возвращать прежние основы поддержки. Мы, собственно, уже поговорили. Думаю, что 58-50 это... Ну, не будем обозначать сверх вероятность, но с учетом того, что нефть пролили очень неплохо в пятницу, конечно же, рубль должен уже стоить дешевле против американцев. Доллар, японская валюта, тоже событий на прошлой неделе у нас было очень много. Сразу, с самого начала мы с вами ориентирулись на статистику по рынку труда, которая предварялась сначала отчетом ЭДП, потом, скажем, на перепуте между средой и пятницей, то есть ЭДП и Нонфармпэллс, у нас еще были заявки на пособие по безработице. По ЭДП, вы помните, лучше, чем прогнозы. По заявкам на пособие по безработице 260 тысяч, со прошлого 272 тысячи. Казалось бы, в истоке показатели, но все равно, согласитесь, ниже 300 тысяч и находится на этом уровне уже 135 недель подряд. Да и еще здесь стоит отметить, что 260 это причина, собственно, таких высоких по сравнению с медианами значений не прошлых месяцев. Причина столь высоких показателей связана с ураганами, собственно, с последствиями ураганов Харви и, собственно, тех, которые мы еще обсуждали. Это группа катаклизмов, которые, конечно же, привели к облакированию работы многих предприятий. Это сказалось на отказателях найма и занятости. Поэтому, как вы помните, буквально когда мы стали готовиться к отчету о Нонфармпэллс, я уже транслировал вам идею, которая озвучивалась всеми. То, что статистика, ну, априорно, исходя из такого фундамента должна быть сейчас все слабой, потому что предприятия, опять же, мелкие и средние, они и ощутили на себе последствия ураганов Харви и Ирма. И, конечно же, первым сигналом у нас того, что статистика поехала, был отчет ADP, но парампэллс оказались действительно очень плохими, потому что здесь не просто не высокие показатели прироста, здесь вообще сокращение минус 33 тысячи, я думаю, что отрицательные показатели у нас впервые за последние 7-8 лет, то есть такая локальная историческая перспектива прослеживается, но это случайность, это сезонность, это следствие тех причин, которые мы назвали, это статистика, которая не будет иметь опыта, не дальше. То есть показатели стабилизируются и следующие отчеты будут лучше, и то, что рынок в целом не стал негативить по факту выхода данных по американскому рынку труда, подчеркивается, опять же, показательной доходности американских трейдерис, подчеркивается состояние американского индекса и, опять же, той самой контрактной оценкой FedWatch, которую мы с вами уже характеризовали, то, что трейдеры по-прежнему уверят, что ставку в BW повысит, это подавляющая часть участников рынка. Я надеюсь, что вы среди них и также делаете ставку на рост американцев, потому что доллар должен от этого выиграть. И сама пара доллар-японская и иена у нас находится выше отметки 112 уже на протяжении нескольких недель. Я лично тоже уже, вот, устал наблюдать на эту пару тех же самых котировок, ситуация не меняется, может быть, диапазон их волатильности торгового дня оказывается значительным, но рынок после похода наверх, по норме фармферлс, мы помним, у нас были даже возможности зацепиться за отметку 113.50, но не срослось пока. Снова откатилась валютная пара и вернулась к тем уровням, на которых мы наблюдали в начале прошлой недели. Ситуация, безусловно, будет меняться. Я надеюсь, что протоколы, которые выйдут поздним вечером в среду, поддержат идею покупок доллара, потому что эти протоколы с огромной долей вероятности будут лишь подтверждать верность рыночного расчета, то, что американский регулятор все еще по-прежнему привержен политике более высокопроцентных ставок и движется по пути нормализации денежно-кредитной политики. Поэтому, друзья, ждем, конечно же, среду, ждем, что доллар будет демонстрировать восстановительную динамику, возможно, уже и сейчас. Я надеюсь, что эта неделя позволит американцу против иены закрепиться в высшее сопротивление 113 иен против доллара, но пора бы уже, потому что на одних и тех же котировках торговаться из недели в неделю, конечно же, надоедает даже тем трейдерам, которые привыкли торговать на долгосрок. Европейская валюта против доллара 117.34 сейчас от котировки. Минимум в прошлой неделе был фиксирован на отметке 1.1668 и, собственно, совпало тестирование этого уровня с выходом протоколов последнего свидания европейского уже регулятора. Я надеюсь, что вы уже в курсе, в принципе, содержания. Если нет, то слово, наверное, как вы уже и могли предположить, буду делать акцент, уже ссылаясь на позицию Европейского Центрального Банка о важности сохранения мягкой экономической политики. Потому что по тому, что стало ясно после публикации протоколов, то, что Европейский Центральный Банк переживает, что евро может снова уничтожить, расти, переживает то, что обменный курс более высокий европейской валюты будет стоить определенной доли прогресса по разгону и инфляции и переживает за то, что все те достижения, которые удалось, собственно, добиться, весь тот, вся эта работа, которая стала следствием бесконечных экономических стимулов, может, скажем, пойти под откос, если дрейдеры, регулянты, смол, затащат евро выше отметки 1.20 против доллара. Поэтому Европейский Центральный Банк, возможно, действуя на опережение, решил еще раз напомнить всем, насколько важны эти экономические стимулы и обозначил то, что уровень и обменный курс, конечно же, не таргет для регуляторов, но все-таки с ним нужно считаться, учитывая то, что именно обменный курс евро влияет на показатели инфляции и, разумеется, на потребительской активности в регионе. Хочу еще отметить, что дополнительные тяжелые артиллерии, скажем так, помимо самого Европейского Центрального Банка, выступили о комментарии члена управляющего совета Ивальда Наводна, который еще раз сделал акцент на то, что Европейский Центральный Банк обсуждает различные сценарии и в том числе даже расширение экономических стимул. Еще одна такая докуппозиция того, что политика будет оставаться мягкой. Ну и помимо монетарного курса, конечно же, умы трейдеров по-прежнему занимает и политика. Это декларация независимости, которая должна быть принята в Каталонии. Это должно произойти уже сегодня. Я уже готовил вас, друзья, к тому, что, скорее всего, не обойдется снова без локальных очагов протеста, не обойдется в Каталонии с силовиками, потому что, как ни крути, но у текущего, скажем, курса о партии власти есть только такой способ сейчас влиять на ситуацию. Потому что в ходе репрендума, который состоялся, большинство избирателей проголосовали за независимость, но, как вы помните, конституционный суд не позволит, собственно, получить какой-то законный вход к этому народному волеизъявлению. Ситуация будет осложняться. Я вам рассказывал, чем чревато, в принципе, и для Испании потеря Каталонии, чем чревато вообще для Каталонии, самостоятельный вектор развития. Это и еще один вызов, который был про интеграционным процессом, процессом единства, объединения всего Европейского Союза. Тем более, что у нас еще свежие воспоминания, даже связанные с тем же самым парализмом, который идет как процесс обсуждения, как переговорческая карта где-то рядом, но больше, конечно же, влияет на британцев. Но то, что для европейской валюты сейчас рисков куда больше, чем возможности для покупки, я думаю, вы со мной согласитесь. Поэтому, друзья, евро, конечно же, уже очень сильно провалился, но, скорее всего, это еще не отредел. Почему не предел? Да потому что мы еще так и не дождались роста доллара, который, по идее, должен быть более значительным, нежели чем сейчас, и пара доллар-японская иена по праву сейчас имеет все необходимые катализирующие обстоятельства, чтобы котироваться выше 115. Но пока вот это восходящее движение идет очень вяло. Будем надеяться, что какое это следующее событие, самое важное из них на этой неделе. А ДКЦ протоколов сможет все-таки убедить покупателей скачать этот актив повыше. Чтобы далеко не отходить от доллара и фундамент американского происхождения, можно посмотреть сразу на S&P, классику, американская фондовая секция, очередное обновление исторических максимумов. СНК у нас сейчас торгуется на отметке 2547 пунктов. И здесь, помимо того, что статистика улучшается, помимо того, что остаются прежними ожидания по росту процентных ставок, есть и еще два фактора поддержки. Это, во-первых, корпоративный сезон отчетности, о котором мы будем говорить все больше и больше. Возможно, даже делаю акцент на отдельные бумаги, если это будет крайне интересным. Но то, что участники рынка верят в рост прибыли больше, чем на 5-6 процентов, это, конечно же, хорошие, оптимистичные цифры. Если они будут оправданы, конечно же, американский фондовый рынок сможет даться повыше. Но все-таки еще большим фактором поддержки остаются ожидания реализации налоговой реформы, тем более, что это уже не тема, которая витает где-то там далеко, и ее обсуждают только крайние сверхоптимисты, которые верят в решительные страны. Есть конкретные уже сигналы того, что работа идет полным ходом, чего стоит только от последних голосований из публиканцев, которые уже фактически одобрили план департаментных расходов на 2018 год, и этот план распродумевает данное реализование и налогового характера. За этим фоном я тоже продолжу следить, но уверен, что дальше будет только больше позитива по этой тематике. Значит, дальше у доллара будет больше шансов вырасти. Ну, что касается все-таки фондового рынка США, это единственный актив, в который я не верю, учитывая, насколько высоко этот инструмент забрался сейчас, и насколько высоко он уже превышает средние, опять же, медианные оценки по рискам, которые должны были быть уже реализованы. Вы, конечно же, прави торговать и на дальнейшие покупки. Я даже поддерживаю вас в этой идее, потому что здесь речь идет о последовании просто трендового движения, возможно, это крайне, тем более, что мы не работаем сейчас с негативом. Но не забывайте о том, что перекупленное состояние рынка и перекупленное состояние любого актива – это как-то пороховой заряд. Он может сработать от любого толчка. И этим датчиком может оказаться даже самое незначительное воздействие. То есть это такая аналогия с тем, что спровоцировать ослабление американского фондового рынка коррекцию может даже какой-нибудь провальный отчет от религирующих компаний. Дальше. Что еще хотел сказать? Фонд против доллара продолжает снижаться в соответствии с фундаментальным фоном. Я надеюсь, что вы смогли заработать на коррекции. Я к этому коррекционному движению не присоединился, потому что видел риск того, что пара может пройти и выше. Что касается причин резкого ослабления, особенно в четверг и пятницу прошлой торговой пятиднев, это появившиеся разговоры, которые имеют в виду подкрепление, то, что в Англии, возможно, даже назревают предпосылки смены верхушкой власти. Речь идет о АТСМИ, потому что даже в парламенте уже больше 30 действующих членов готовы хоть сегодня проголосовать за назначение нового премьер-министра. Чем чревато, конечно же, то, что политическая неопределенность, она без того зашкаливает, это какие-то лимиты уже, экстремумы. И мы видим то, что еще потенциальные кадровые перестановки высших шелковых власти могут только усугубить эту ситуацию. Доверия, конечно же, к ТРЗМИ все меньше и меньше. Она не смогла выполнить обещание использовать все свои дематические способности, чтобы наладить эти компромиссные начала в переговорах с еврогруппой, потому что по прошествии уже больше, чем года, ну, хорошо, после победы с натяжкой, большой натяжкой партии ТРЗМИ, после формирования коалиционного правительства ни один из трех основных вопросов, которые должны были быть разрешены по переговорам по правительству в ходе уже прошедших четырех часов голосования, ни один не решен. Это тоже тревожный сигнал, возможно, даже самый важный сейчас, я вот для вас анализирую новости, трейдеры даже в меньшей степени уже обращают внимание на статистику и игнорируют вообще те отчеты, которые выходят больше, погружаясь, опять же, в специфику политического фона. Здесь он исключительно плохой, поэтому, если и логично рассуждать, конечно же, фунт может оказаться гораздо ниже текущих значений. Про альтернативный сценарий я вам рассказывал, я вам говорил то, что, возможно, банк Англии может снова выкинуть какой-нибудь сюрприз и уповать на неизбежность повышения процентной ставки, потому что они заинтересованы в воздействии на курс фунта и заинтересованы в том, чтобы поднять котировки британской валюты, чтобы сбить показатели инфляции. Но этот сценарий сейчас себя никак не отрабатывает, потому что у британницы без какой-либо коррекции просто восходящих палец вниз и все. Но не забывайте, что этот сценарий может быть реализован, особенно если вы занимаетесь недолгосрочной сделки, стараетесь использовать возможности, скажем, на среднесрочной валюты. Есть больше причин сейчас продавать фунта, но я фунтом по-трежнему не торгую, потому что вижу риски также и для восходящего движения. Еще хотел отметить золото, которое восстановилось с отметки 1260. Сейчас котировки по золоту 1283 доллара за крольскую функцию. Поскольку я в начале брифинга сделал большой акцент на веру в роста доллара, я думаю, что золотишка к концу этой недели будет стоить меньше, чем раз стоит сейчас. Австралиец у нас достиг нашей с вами ближайшей цели, уже преодолел поддержку 0.78 и находится на уровне 0.7764. Я рекомендовал как-то срочно, скажем, выйти даже из этих сделок, потому что профит уже неплохой. Мы продавали с вами с отметки 0.8. Можете частично зафиксировать результаты, ну а те, кто любит рисковать, можете пока оставить вверху в покое и рассчитывать на еще большее ослабление, потому что в целом картина новостная по Австралии и Новозеландии, точнее регуляторам этих регионов не изменилась. Это по-прежнему мягкая экономическая политика, которая позволяет нам торговать контрастом унитарных режимов доллара, то есть ФРС и этих регионов. Новозеландец 0.7075, преодолели мы с вами отметку 0.71, ну давайте тогда поставим уже на 0.70, но там уровень будет уж очень крутоват с точки зрения психологии, поэтому можно даже фиксировать уже профильные ордера и выходит из сделки на отметке 0.70, даже 20, 70, 30. Собственно, друзья, это все важные события, которые были упущены за последние две торговые сессии. Я надеюсь, что вы смогли на этих новостях заработать, я надеюсь, что вы разобрались о том, что сейчас движет финансовыми рынками, я попробовал прояснить эту ситуацию новостную, заполнить пробелы и думаю, что у меня, скажем, будет на следующий день. Поэтому мы ждем с вами среду, мы ждем протоколы последнего заседания американского регулятора, мы с вами ждем четверг, когда будут выступать драки, мы с вами безусловно ждем еще два очень крутых отчета, которые будут опубликованы в пятницу, это статистика по роличным продажам и данные по инфляции тоже американской экономики. Нет, говорите, насколько эта статистика важна. Поэтому, друзья, хорошей вам торговой сессии, хорошей вам торговой недели. Надеюсь, что выходные прошли замечательно, вы сохранили водность и духа, не растеряли, скажем, фундаментальные запалы, и сейчас снова в строю, чтобы спекулировать и торговать, отстаивая наши прежние инвестиционные позиции и идеи. Удачи вам! Если есть вопросы, всегда вы можете оставлять их на нашем специальном канале на YouTube, либо использовать для этого форму о маркетинге. Я, как всегда, буду вас поддерживать, и если вам нужно мое мнение, конечно же, я поделюсь собственным эффективным видением того, что с тем или иным инструментом может произойти, также можете задавать вопросы касательно, скажем, перспектив, даже тех инструментов, которые мы не разбираем в ходе времени, потому что времени у нас не так уж и много, мы и так в последнее время выходим за рамки, наверное, нужно быть более дисциплинированными, поэтому укладываться в 20 минут, и мы попробуем, собственно, работать над этим, друзьями. Хорошей вам еще раз недели, всего доброго, до свидания, до завтра! Субтитры создавал DimaTorzok